Говорит Спортруппер и в эфире про бренды и сегодня мы поговорим про шоссейные велосипеды американского бренда James. Погнали! В прошлый раз мы разбирали линейку горных велосипедов бренда James и на самом деле она достаточно насыщена в начальном сегменте и достаточно редка в топовом. И пришло время разобрать шоссейные велосипеды и нельзя сказать вообще, что их много. Я бы даже сказал, что их очень мало у бренда James, но тем не менее они достаточно занятны. И мы начинаем конечно же с разбора модельного ряда, а именно с транскрипции и таблички, которую мы будем заполнять. Помимо базовых геометрических особенностей мы будем рассматривать следующие показатели. Первое это комфорт рамы. То есть это насколько велосипедист максимально вертикально посажен на самом велосипеде. И скажем так, это конечно притянуто за уши, но чем вертикальнее мы сидим, тем комфортнее нам ехать на велосипеде. Кроме того, тут также учитываются и разные амортизационные характеристики, будь то покрышки, специальные вставки и так далее. Второе и это аэродинамика рамы. И это можно сказать обратное состояние комфорта. Здесь в подсчете жесткость и максимальная аэродинамика. Причем апогеем этой самой аэродинамики является тот же лежак. То есть это то самое состояние велосипедиста, когда он минимально сопротивляется встречному ветру. Третьим критерием является ширина покрышек. И несмотря на то, что этот показатель связан с комфортом и с аэродинамикой рамы, он имеет также и свои отличительные черты. Шире покрышки это например больше контроля и комфорта, а уже покрышки это более скоростные характеристики, а также больше аэродинамики. Четвертый критерий это материалы рамы. И здесь вместо привычных двух материалов, которые присутствуют практически у всех брендов, есть аж три варианта. Это алюминий, хромолебден, а также карбон. Вообще Джеймис это тот самый бренд, который хромоль использует как и в горных, так и в шоссейных велосипедах. И это очень круто. И дальше я объясню почему. Итак, мы начинаем с сегмента классическое шоссе. И это по сути мононаправленный тип шоссейного велосипеда, который используется исключительно для хорошего асфальта. Здесь среднее значение как и по комфорту, так и по аэродинамике рамы. Ширина покрышек у бренда составляет 28 мм. Это на самом деле значение все чаще и чаще встречается у многих брендов. Особенно когда мы говорим про любительский класс шоссейных велосипедов. 25-й, то есть более узкие покрышки встречаются на более спортивных, а также консервативных моделях. И эта категория представлена у бренда моделью под названием Ventura, которая бывает исключительно в алюминиевой версии с точки зрения рамы с карбоновой вилкой. Это вполне себе современный и простенький шоссер, который имеет даже геометрически больше нюансов в пользу комфорта во время езды по шоссе. Достаточно посмотреть стык задних перьев с подсидельной трубой. Это как раз таки больше присуще для каких-нибудь гравийных велосипедов или подобных. Проводка на велосипеде аккуратно убрана, и в целом внешний вид у байка достаточно законченный. Ventura бывает как и с дисковыми, так и с ободными тормозами, но по сути все комплектации являются просто гиперпростенькими. Причем самым топом является Shimano Soro. Ну, сами представляете, о каких комплектующих идет речь. Кроме того, Ventura бывает также и в женском варианте, то есть этот велосипед сам по себе чуть-чуть пониже. И его я отмечу в таблице розовым цветом. Следующей категорией у нас являются гравийные велосипеды, где комфорт возводится в абсолют, когда аэродинамичные качества велосипеда чуть-чуть снижаются. Ширину покрышек производитель выбрал 37 мм, и это достаточно распространенное значение среди современных гравийных велосипедов. Данная модель представлена одной моделью, которая называется Renegade, и мы начнем с алюминиевой версии. Честно говоря, Renegade на алюминиевой раме это в большей степени эндуранс шоссер, который классифицируется как гравийник только за счет ширины покрышек. Байк, кстати, имеет как алюминиевую раму, так и алюминиевую вилку, что, на мой взгляд, является реально странноватым решением, потому что, по сути, этот самый алюминиевый Renegade идет в такую же стоимость, как тот же алюминиевый Ventura. Правда, там стоит карбоновая вилка, а тут алюминиевая, не совсем понимаю почему. Геометрия байка нам говорит о том, что этот велосипед сделан в большей степени для шоссейной езды, нежели чем для того же оффроуда, потому что он будет тупо жестким. Комплектующие равным счетом, как и на Ventura, очень низкого класса, и можно сказать смело, что все алюминиевые велосипеды от James имеют самые простые комплектующие. Ну а теперь давайте обсудим уже карбоновую версию James Renegade, которая радикально отличается от алюминиевой версии. Вот, ребят, это уже полноценный гравийный велосипед во всех смыслах. Рама, равным счетом как и вилка, сделана так, чтобы максимально сгладить все неровности как при ударах в передние, так и в задние колеса. Низкий кареточный узел, а также короткие перья делают этот байк более вертким, когда вы будете ездить по тому же бездорожью. Кроме того, на велосипеде есть просто куча креплений для того, чтобы установить всякие багажники, там, крылья и так далее, чтобы поехать в какой-нибудь велопоход. И все комплектации, на мой взгляд, очень классно подобраны для этого конкретного карбонового велосипеда. И то есть, на мой взгляд, это вообще одно из лучших решений на рынке. И в итоге, однозначный лайк. И, ребят, немного отойду от James'а, я хочу сказать то, что в следующем выпуске про бренды я хочу разобрать какой-нибудь, но уже российский бренд. Если у вас есть уже предложение, какой российский бренд мне разобрать в следующем выпуске, обязательно пишите в комментариях. Я прислушаюсь к вашему мнению, а также посмотрю, какой из брендов вызвал максимальное, я не знаю, будоражение или как это можно назвать. Но вернемся обратно к велосипедам и заключительной категорией на сегодня у нас является приключение. И тут у нас есть довольно комфортная рама, а также минимальные критерии с точки зрения аэродинамики. Ну, потому что цель велосипеда вообще другая. Ширина покрышек на таком сегменте варьируется от 37 до 40 миллиметров. И тут у нас все тот же Renegade, но уже на хромолевой раме. Вообще, это суперудивительно, как James'а умудрились в рамках одной модели под названием Renegade сделать абсолютно три разных велосипеда с точки зрения геометрии. Когда мы говорим про карбоновую версию, это реально гравийный велосипед во всех смыслах. А вот хромолевая версия, это чисто приключенческий байк, причем без всяких там преувеличений. То есть он тоже другой и сильно отличается от той же карбоновой версии. И, кстати, именно по модели Renegade можно легко понять, что же за букву пишется в конце названия любой модели. То есть это три буквы, либо А, либо С, либо С. А это алюминий, С это карбон и С это стил. То есть это сталь, да, потому что хромоль это сталь с добавлением хрома и молибдена. Так вот, хромолевый Renegade это мягкий, но очень накатистый шоссейный велосипед, который имеет просто кучу креплений для сумок, крыльев и так далее. У байка, кстати, также есть и карбоновая вилка, которая в сочетании с хромолевой рамой просто дополняет этот букет и делает его супер мягеньким, отзывчивым и так далее. Комплектации всегда пушка, за исключением S4, то есть самой простенькой, потому что, ну, все же они поэкономили. Я бы S4 не стал рассматривать как велосипед для покупки. Вот S3 это уже реально супер интересный байк. В итоге это реально добротный велосипед и однозначно рекомендую его к покупке. Да, ребят, и это все. И подводя итог, надо сказать то, что у Джеймиса не такая широкая линейка шоссейных велосипедов. Хотя раньше у бренда была эта линейка гораздо более широкая, то есть были даже и разделочные велосипеды на карбоновых колесах, аэрошоссеры на карбоновых колесах, просто карбоновые классические шоссеры, но вот почему-то бренд от них избавился. Не забывайте подписываться на YouTube, ВКонтакте, в Telegram канала, ссылки я оставляю в самом верху в описании. А также если вы хотите изучить данный видеоряд в текстовом варианте, то переходите по ссылке в Яндекс.Дзен. А с вами был Спортруппер и всем пока! Да, вот там даже были какие-то чудо велосипеды типа Xenis, если мне не изменяет память. Это вообще была дикая дичка, аэрошоссер с феноменальной геометрией. Ну в общем, что Джеймис сократили все свое производство напрочь. Субтитры сделал DimaTorzok